Всем привет! Сегодня поговорим о тетрассаламисе, как его содержать, как его можно сказать так разводить. Покажу на своем примере. В данный момент у меня тетрассаламис содержится вот в этой баночке, содержится вот в этих бутылках. Как вариант, можно содержать в обычном аквариуме, подавая туда аэрацию, но исключительно для перемешивания. В данный момент здесь аэрации нет. В качестве бутылки все что угодно, самое главное прозрачное, в крышке делаются отверстия необходимого диаметра. Берете трубочку, в данном случае у меня используются трубочки от фильтров. Стационарный фильтр, который трехколбовый, двухколбовый. Это фильтр аквафор или что-то типа этого. Стоит в районе 90 рублей за 3 метра. Отмеряете необходимой длины, до дна опускаете и подключаете компрессору. Это самое простое и на мой взгляд, самое эффективное решение. До этого я использовал вот такие вот вещи. Скопировано с роликов ютуба, скопировано с специальных колб, которые продаются у Аквамедика, в той компании, где я приобретал тетраселмис. Идет точно такая же бутылка. Здесь нужны нам две бутылки. У одной срезается дно. Это дно является точно так же и крышкой для предотвращения лишнего испарения. Вторая бутылка обрезается до того уровня, пока у вас первая не сможет стоять устойчиво, чтобы она не выпадала наружу и чтобы она не проваливалась слишком глубоко. Точно так же необходимо сделать отверстие в крышке, поставить туда шланг. Ну и естественно здесь понадобится обратный клапан, потому что как только у вас отключится компрессор, вода вся убежит. В качестве утяжелителя у меня стоит резиновая такая шайба. Где-то он дома валялась, нашел, просто прикрутил вот эту подставку на саморезы. Можно прикрутить к чему-нибудь, типа фанеры. Самое главное, чтобы это было тяжелое, был низкий центр тяжести. Потому что когда вы полный бутылку нальете, если чуть-чуть заденете, естественно вся эта конструкция упадет. Так она имеет хоть какую-то устойчивость. По поводу содержания тетраселмиса. Есть статьи в интернете, я не буду давать ссылки, потому что где-то они есть сейчас, где-то их там стерли. Это можно найти, просто забивая название тетраселмис. Содержится тетраселмис в солености обычно от 15 до 32 грамм на литр. Температура необходимая, точно такая же, как и для манок. Поэтому не нужно никаких дополнительных условий создавать. Воду можно использовать ту, которую мы использовали для выращивания креветок. Как только мы начинаем опреснять, всю слитую соленую воду мы можем использовать для разведения тетраселмиса и для подмены в бутылках. Естественно, у тетраселмиса тоже нужно делать подмены, потому что добавляя туда периодически удобрения, вода со временем естественно приходит в негодность. Еще одна новость, которую я вам попутно расскажу. Плохая новость. Табанг, который мы вместе с вами засолили. Сегодня утром я обнаружил, что все личинки погибли. Вчера были тучи, а сегодня не осталось ни одной. По какой причине был падеж? Не могу сказать. Соленость на уровне. Подмену я делал. Дополнительного корма в этом аквариуме я еще не использовал. Прожили они две недели и все. Но тот аквариум, который я вам показывал в предыдущих видео, личинки уже подросли и они абсолютно себя чувствуют нормально. Вода для оплеснения бралась из того же самого аквариума, как и в предыдущей. Здесь все нормально, а в соседнем аквариуме все погибли. Ну, личинки погибли, а тетраселомис жив. Для того, чтобы собрать тетраселомис, я заметил следующее его поведение. Если вы опресняете воду, просто добавляя чистой пресной воды, не выключая свет, то тетраселомис собирается наверху, в дальних частях от подаваемой пресной воды. Вот, как видите, два пятна зеленых. Сейчас сюда специально добавляется пресная вода для того, чтобы собрать весь тетраселомис. Часть я уже собрал, это малые остатки. И собираем просто его шприцом и добавляем в те бутылки, где мы его содержим. Можете сравнить цвет здесь и цвет вот здесь. Если она более насыщенная, более зеленая, может, это не будет видно на камеру. Нет, видно, по-моему. И добавлю вот сюда, в аквариум, где у меня живет тетраселомис. Грустно, но такое бывает. В предыдущей банке выжило минимум, в это ничего. Как я и говорил, дело случая, ну и какой-то человеческого фактора. Где-то ошибся, где-то сделал что-то не так, и начинаю заново. Вот оно, хобби. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.